здравствуйте это проект основан на реальных событиях омс как всегда в пятницу рассказываем о происшествиях последних семи дней разбираемся в том почему это произошло и выясняем что было сделано чтобы этого не повторилось подработка для студентов которая может закончиться двадцатью годами лишения свободы незаконная торговля моторным маслом и дикий трюк одного из автовладельцев а кроме того расскажем как и куда жаловаться жителям домов если в их дворах автолюбители паркуются прямо на газонах и разберемся как решаются проблема постановки машины на учет как всегда много всего интересного смотрите прямо сейчас подработку для студентов искала 22-летняя мечка и стала наркокурьером девушку задержали на левом берегу в районе улицы лукашевича в то время когда та делала так называемые закладки у студентки одного из омских вузов изъяли 40 свертков с н-метилэфедроном внутри фольгированного сверта полимерный сверток с застежкой на горловине полосой синего цвета маленький внутри которого находится вещество голубого цвета вот оно как раз называется в телефоне изъятому подозреваемая переписка в мессенджере с куратором наркобизнеса там упоминаются места закладок фото и точная геолокация оборудованных девушкой пеников с наркотиками а также подробные инструкции от организаторов интернет-магазина о правилах работы курьером-закладчиком одевайтесь максимально скромно не одевайте броских ярких вещей меньше оборачивайтесь по сторонам делайте тоже аккуратно по транспорту тут инструкции где делать нельзя в домах в подъездах магистральных труб то есть подробные рекомендации грубо говоря курьером в итоге и подзаработать студентки не удалось и наказание будет весьма суровым урок то хочется верить она усвоила но вот закончить обучение в вузе и получить диплом о высшем образовании в ближайшие лет 20 точно не получится больше 350 литров контрафактного моторного масла изъяли сотрудники полиции в двух торговых точках на улицах энтузиастов и герцена основанием стало заявление от правообладателя известного товарного знака что еще давать что вы здесь фактически в этой деятельности продукции вы закупаете что это вот прописать в объяснении вы будете давать такое объяснение по данной продукции нет не буду на слайде 51 отказываетесь да изъятая продукция направлена на экспертизу по результатам которой будет принято процессуальное решение и и и и и и и и и что происходит дальше обо всем по порядку дежурная часть управления МВД России по городу Омску именно здесь аккумулируется информация обо всех преступлениях и происшествиях карта города видео с камер наружного наблюдения установленных в оживленных общественных местах областного центра все для того чтобы оперативно фиксировать и распределять поступающие сведения в состав дежурной части входит дежурная смена которая состоит из четырех человек основные задачи дежурной части города это сбор обобщение всей информации оперативной по территории города Омска помимо того что незамедлительно на место происшествия направляется ближайшие экипажи следственная оперативная группа также дополнительно информируется взаимодействующие организации МЧС скорая помощь и другие подразделения а здесь в соседнем помещении трудятся те самые операторы службы 02 которые и обеспечивают связь граждан с полицией за сутки им поступает порядка 600 звонков примерно по 100-120 звонков на каждого в этом подразделении я работаю 8 лет сутки через трое три дня мы отдыхаем и сутки с 9 часов одного дня и до 9 часов следующего дня мы на работе задействованы количество звонков зависит от времени суток от дня недели от сезона даже если день праздничный например и лето это очень много будет сообщений поэтому но не все сто процентов могут одновременно к нам дозвониться при получении сообщения о только что совершенном преступлении дежурный должен обеспечить прибытие следственно-оперативной группы на место происшествия следственно-оперативной группы дознавателя оперуполномоченного эксперта на выезд никаких заминок быть не должно оперативный сбор доведение информации и незамедлительный выезд состав следственно-оперативной группы могут дополнительно выделяться сотрудники службы кинологической и других подразделений по прибытию на место происшествия старший следственно-оперативной группы дает сотрудникам поручение обязательное к выполнению и соответственно выполняются все мероприятия по фиксированным следов преступления очевидцев если вы стали жертвой или свидетелем происшествия незамедлительно звоните в полицию но делать это мы вам желаем как можно реже погоня за пьяным водителем дикий трюк одного из автолюбителей и разъяснение как без проблем поставить машину на учет все это прямо сейчас но начнем со статистики дорожной ситуации за последние 7 дней по ночному омску с ветерком решил прокатиться 19-летний молодой человек и друзей покатать правда прав на управление транспортным средством у него нет не было лишь он за езду за рулем пьяным вот в этот раз тоже был с признаками алкогольного опьянения сотрудники гибдд обратили внимание на автомобиль лада приора который хаотично ехал в районе улицы менделеева на требование остановиться водитель лишь прибавил скорость на артижской набережной нарушитель разогнал приору до 160 км в час несколько раз проехал на красный сигнал светофора вылежал на встречку едва не совершил дтп и в районе дома 11 на улице марченко В ходе общения сотрудники госавтоинспекции выявили у него признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении водителя возбуждены административные дела производства за проезды на запрещающий сигнал светофора, а также за управление транспортным средством водителям, не имеющим такого права. Кроме того, установлено, что ранее АМИЧ привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в отдел полиции. Почти смертельный номер не повторять. Этот автомобиль после того, как был остановлен сотрудниками ГИБДД, отправлен на штрафстоянку. Водитель с признаками алкогольного опьянения. Не согласен с автоинспекторами. Догнал эвакуатор и решил забрать свою машину. Вот что делает человек со своей машиной? Новая машина. Зачем он так делает? Я пью таблетки. Антидепрессанты. Думал, ступку показала по нулям. Антидепрессанты пью, сказали, нельзя здоровья. Не отцеплю ее. Сейчас подъедут, там отцеплю. Подъедут сейчас. Я тебе не буду, тебе сказали, не буду. Я не могу ее отцепить. Я тебе по-хорошему не сказал. Я ей сказал нет. Вот это человек. Я от себя ответственность снимаю. Вы куда поехали? Я поехал в сторону дома. Пытались снять колеса? Пытался. Удалось? Получается, одну сторону почти снял. Хотел вторую снять. И не успел. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Работаете, учитесь? Ничего не делали. У меня учился. Там не уже. Нарушитель был задержан рядом полиции во дворе дома по улице Бульвара Архитекторов, где пытался снять транспортировочные колеса. Сотрудники полиции возбудили в отношении водителя Хонды еще одно административное дело производства за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту повреждения оборудования эвакуатора, по завершению которой будет принято процессуальное решение. Многие автолюбители, чтобы поставить машину на учет, за талоном по привычке сами приезжают сюда в госавтоинспекцию. Тем самым создают очереди и теряют драгоценное время. Гораздо проще это можно сделать, не выходя из дома, с помощью сайта госуслуги. К тому же так можно получить скидку на госпошлину. Как это правильно сделать, сейчас разберемся. В помещениях госавтоинспекции всегда многолюдно. Десятки водителей ожидают в очереди. Если получать талон предварительной записи здесь, то зарегистрировать авто можно будет уже через пару дней. Большинство этих водителей – это те, у кого 10-дневный срок договора купли-продажи почти истек. Талон же, оформленный на сайте госуслуг, – это сэкономленное время, нервы и семейный бюджет. Тем, кто записывается на регистрацию через интернет, полагается скидка на оплату госпошлины 30%. На сегодняшний день у нас глубина очереди по госуслугам составляет 7 суток, ну а, соответственно, срок действия договора купли-продажи составляет 10 суток. То есть у граждан есть риск, что они не попадут в установленный законом срок. Необходимо заранее принимать решение о проведении регистрационных действий и буквально с первого дня после покупки начинать выбирать время и путь, по которому он пойдет – либо госуслуги, либо приезжать за талоном предварительной записи. Алгоритм прост. Нужно войти в личный кабинет на госуслугах, если его нет, зарегистрироваться на сайте и заполнить электронное заявление, внеся свои данные и информацию об авто. Далее просто отвечаем на вопросы. То есть автомобиль выше собственность, выше ваши все персональные данные. Даже в битане. После остается выбрать удобное подразделение госавтоинспекции, дату и время визита. Отправить заявление и оплатить госпошлину с помощью банковской карты. Если заранее продумать способ того, как записаться на регистрацию, то процедура пройдет без особых проблем. Не больше получаса и у вас на руках будет не только свидетельство, но и госномера. Особенно важно, что нерадивые автолюбители своим промедлением вредят не только себе штраф за нарушение сроков регистрации в полторы тысячи рублей, ну и тем, кто продал им машину. Жалобы от прежних владельцев, которым десятками приходят штрафы на уже проданные авто, поступают в ГИБДД постоянно. Хотя все возможности для того, чтобы вовремя поставить машину на учет, есть. Неравнодушные мечи интересуются, нарушают ли правила те, кто паркует машины во дворах на тротуарах и газонах. Куда обращаться и какое наказание ждет нарушителей? Если идет речь о парковке транспортного средства на тротуаре, то есть тротуар – это оборудованная зона для движения пешеходов. Если же парковка идет на таком участке, то, конечно, это нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрена ответственность. В соответствии с частью 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде штрафа в размере 1000 рублей. Соответственно, по таким материалам госавтоинспекция проводит проверку, находит нарушителя и привлекает к ответственности. Нужно обращаться в госавтоинспекцию. Есть много различных способов. Можно обратиться через официальный сайт гибдд.рф. Некоторые граждане могут звонять на телефон дежурной части госавтоинспекции, что также можно сообщить о нарушении правил дорожного движения, а также сообщить о нарушении в нашей официальной группе ВКонтакте. Что касается парковки на различных газонных, зеленых зонах, детских площадках, существует ответственность за данное нарушение в соответствии с законом Омской области. Рассмотрением таких материалов занимается администрация образно-муниципального района, от которых существуют подразделения, так называемые инспекции, которые занимаются разочтением этих вопросов и привлечением к ответственности нарушителей вот именно за это нарушение. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова